Защитить каноническую украинскую православную церковь от гонений, которым она подвергается со стороны властей, призвал патриарх московский и всеярусий Кирилл. Предстоятель направил послание мировым религиозным и политическим лидерам накануне так называемого объединительного собора, который должен пройти в Киеве. О прекращении вмешательства государства в церковную жизнь молились сегодня и верующие у стен Верховной Рады. Валентина Соловьева разбиралась, почему объединение по сценарию Порошенко грозит окончательным расколом. Массовая молитва у стен Верховной Рады. Сотни православных в эти минуты в Киеве выражают протест против вмешательства властей в дела церкви. Сообщается, что рядом дежурят националисты. Прихожане и раньше высказывали свое мнение, но их не слышат. Нельзя это делать силой. Нельзя заставлять объединиться. Раньше же такого не было. А сейчас религия свободная. Кто как хочет, молится, помолились и ушли. Никто здесь ничем плохим не занимается. Что тут можно проверять? Знаете, напоминает сталинские времена, хрущевские времена, когда были гонения, притеснения. Ну честно, переносишься лет так на 50 назад, удивляешься фильмом, а на самом деле это уже наяву. Грубое давление на епископат и клириков, бесконечные обыски, попытки отобрать приходы, угрозы уголовными делами и преследования со стороны спецслужб. Патриарх Кирилл обратился в международные организации. В ООН отправил послание Папе Римскому, президенту Франции и канцлеру Германии, стран, входящих в нормандскую четверку. С призывом обратить внимание на действия официального Киева, попирающего все церковные и не церковные каноны. На наших глазах происходит грубое вмешательство государственных властей Украины в церковную жизнь. Нарушаются основные права человека, в том числе фундаментальное право на свободу совести. Имеет место очевидная попытка использования церкви в достижении политических целей в предвыборной борьбе. В послании о действиях президента Украины, который не скрывает враждебного отношения к церкви и публично пригрозил изгнанием из страны. Тем украинцам, которые не поддержат раскольников в самом Константинопольском патриархате, до сих пор нет согласия. Действия Варфоломея публично раскритиковал его же митрополит. Это было неразумно со стороны Константинопольского патриарха, односторонне заявлять, что соглашение 1676 года отменено. В конце концов, как говорит Аристотель, даже Бог не может изменить прошлое. Это исторический факт. Украина относилась и относится к русской церкви. Поэтому я считаю ошибкой вселенского патриарха давать автокефалию двум раскольничьим епископам Филарету и Макарию. Мне кажется, что как бы провальным не было все действия Константинополя, тем не менее это страшный удар по православию, который будет аукаться на протяжении многих десятилетий. Кто возглавит новую структуру, определят завтра на соборе. Причем стало понятно, что с мнением самих раскольников считаться не намерены. Митрополит Макари, глава самопровозглашенной автокефальной церкви, сегодня заявил, в Стамбуле просили его на главный пост не выдвигаться. Просили и Филарета, главу киевского патриархата, который неоднократно заявлял, патриаршую мантию снимать не намерен. Распространяются слухи, что патриарх не будет баллотироваться и пойдет в отставку. Все это неправда. Я до смерти буду патриархом, потому что интернизация была в 95-м году, и никто эту благодать с меня не снимет. Священники канонической церкви массово отсылают приглашение на собор обратно чиновникам, которые их рассылали. А тем временем раскольники, еще не объединившись, уже назвали точную дату, когда им дадут вожделенный томос. 6 января в Сочельник. Раньше говорили, томос принесут прямо на собор.